Так, всем привет огромный! Мы еще находимся в Фетхие. Едем в старый город, да, Гена? Да. Гена забил в навигаторе. Едем под таким вот крутым поворотом, серпантином. Как ты, Гена, говоришь, называются эти повороты? Повороты так называются, серпантины. Не, ну то апексы. Апексы. Такие повороты, когда закладываешь. Мы их проехали, апексы. И, кстати, очень хорошая дорога, да? Идеальная дорога, не очень хорошая, идеальная. Вообще, я в Турции не видел плохую дорогу. Даже есть где плохая, ее сразу отремонтировали. Походу она опять хорошая, да? Не, ну там, вот там в горах. Гена, ты думаешь, что ты меня снимаешь? Ровно снимай. Я наиру обратил внимание. Учись. А снимать? Да. Да я умею снимать. Нажимай додуль, Васильевич. Смотрите, какая красота там дальше. Вот это же оно и есть, наверное, этот старый город, да? Да, 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 да. Ну, что? Раньше там жили, наверное? Нет, там не жили, там существовали. Ай-яй-яй. Лишни качай. Так ты шо меня небо снимаешь, не? Да, да, я хотел почитать его. Ты здорово снимай меня, вот слева покажи людям, смотри, как красиво. У меня уже рука устала. Я хотел почитать просто про это, рассказать вам. Ой, какой поворот. Вот это и есть оно. Красивое такое. Вот оно. А машины едут туда, смотри, да? Да, и туда, и оттуда. А таксист есть. Смотрите, вплоть до 1920 года... Что это лезет по дороге? Черепаха. Черепаха. Это бутылка вообще пустая. Смотри. Вплоть до 1920-х годов Кайакей, древний город, как он, Кармеласос, расположенный в 8 километрах от Фетхии, где на протяжении веков жило смешанное население греков и турков. Процветал так называемый обмен населением. В 1923 году изменилось все. Этнические греки, проживающие в Турции, были принудительно отправлены в Грецию. Тогда как коренные турки, живущие в Греции, должны были оставить свою жизнь там и вернуться на родину. Такой обмен разбил сердца и причинил много страданий тем, кому пришлось покинуть свой дом. И печальные результаты этого лучше всего видны на примере Кайакея. Нам направо или право? Ну что, не прижились там люди? Да, да, да. Сними, направо поверни, вон он, город, хорошо. Ну вот он вдалеке. Ну сейчас туда подъедем, будем его смотреть. Люди там не прижились? Не прижились, да, да. Сюда нам или право? Да, да, да. Здесь жили в Греции, а турки жили в Греции. Коль, ну главный поворот туда. Я вижу, люди вправо сворачивали. Греков отсюда выселили в Грецию, а турков сюда в этот город. И они здесь не прижились, они собрались и ушли с этого города, и он стал... Греков. 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 Они не прижились здесь, турки. Ну чё ж так? Ну потому что они жили там, у них там были, ну как, ну жили, работали, детей рожали, а потом, а эти тут жили. Они были семьи, и своя работа там какая-то там. Подумай, как дачи какие-то, да? Поля. Так, сюда, сюда, да. Ну да. Сколько такого в мире вообще? Да, вот, да. Вот зачем надо было, да, так вот в деле. Вернули их на родину исторически. Это больше похоже на дачи, посмотри. На сталинизм. Сталин всех переселил. Ну и рестораны здесь есть. Ну здесь люди живут. Здесь просто живут, а старый город он отдельно, там чуть дальше. Вот он начинается. Ну вот уже заборы, уже видишь, вот это уже… А современные турки облюбовали здесь, если будут приграть. Если они живут у тех пещер. Вот даже написано каракея. Что? Прямо. Ижай, ежай. Каякёй. Каякёй. Видео все такие непонятные буквы, ой, везде точечки эти, да. Вон он видный вдалеке. Через 300 метров поверните налево. На работу. Что тут кораблика? Это не кораблика, это лодка. Какая природа тут, боже мой. Красота. Ох, мужик на тракторе летит, как на байке. Вкладывается в повороты так, как на байке, блин. Тоже. Ух ты. Поверните налево. Такие розы красивые. Ты не зевай, наверное, потому что ты видишь тут эти товарищи, да. Вот так вот, да, вот так вот, когда круто в повороте, вылетать, а она оттуда может лететь такой же, понимаешь, и надо очень предельно быть. Он вообще раскопутствует на своей машине. Да, туда, туда покажи. Через 300 метров вы прибудете к месту назначения. Петхиев, да? Стрелочка. Да нет. Ты правильно едешь, правильно. Ну и как хорошо тут, да? Угу. Прямо-прямо. А до точки осталось еще буквально 250 метров. Ну вот он и видно, это город. А, вот он, да. То, что мы видели издалека. Ты представляешь, вплоть до 1923 года, он довольно-таки не старый по отношению. Не так. Получается, сто лет назад. По отношению к тому, что там 350 лет до нашей эры, то ты меня извини. Так а вот тут и люди живут, ну в смысле. Ну вот этот город и был. Вот забор старинный. Ты еще видишь, вот он забор, вот эти дома. Старые, видишь? Вот это сейчас этот забор уже. Это у нас современные турки тоже. Вот мы и прибылись. Ну да, вот за забором уже. Как это страшно. А где здесь машина? Я вам скажу так, что это опасно. Мне кажется, налево. Направо, направо. Вернее, это машина. Можно вот там, да, оставь. Там вот тут мы далеко ходить не будем. Или вот тут он припаркуйся где-то. Вон, видишь, дырка так есть. Вот тут можно было заехать припарку. Или вот тут. Я думаю, что мы ненадолго тут, да? Потому что, ну, он большой. Потому что, ну, он большой. Во-первых, тут могут быть змеи, скорпионы. Начинается. Пожалуйста. Старый город. Каракея, да? Каякей, да? Я боюсь туда идти даже. Ира, осторожно скорпионы смотри. Не. Старый город. Красивок. Тут надо, видите, ребята, тут надо лазить, идти наверх, ходить в траве. Это опасно. Это не мое. А? Надо мусор выбросить где-то пойти. Бутылки с мусором остались. Я лучше пойду мусор выброшу. Ой, а тут, смотрите, как красиво. Видите, кто-то живет. Домик такой красивый. Так, смотрите, вот. Клаб Туана Фетхия. Уже уезжаем отсюда. Спасибо. Гостиницы. Посмотрели достопримечательности, покупались. Гена навигатор настраивает. Ира уже тоже собралась. Ира, смотри, какие сверху там красивые цветы. Ты видишь? У мамы один такой цветок есть. Уже в этом году опять расцветал. Я не помню, как они называются. У меня такого нет. Я вот на него все смотрю, но не знаю, как он выходит. Купили. Ира, мы в прошлом году маленький росточек. В прошлом году два раза цвел, и в этом году тоже два раза цвел. Мама обычно как обычный срок уходить? Да. 89 гривен заплатили в эпицентре за него. И очень классно. И вот такой длиннющий, где-то около метра вырос. И такие четыре цветка красивые. У меня тут даже фотография есть, если... Ну ты же так к маме пришла, может вчера поздравляла. Да, мама поздравляла, она мне говорила, да. Ей и сказал, что у нас нету, говорю, связи. Кажу ничего. Она там с Днем матери поздравляла. Постригли уже кусты. Самвел, тебе понравилось? Туана. Туана понравилась тебе? Хуяна понравилась. Да? Хуяна понравилась. Самвел. Маме надо поздравлять пока. Да, ну уже все собрали. Такой вот заезд. Само бабло на ютубе рубит. Смотри, тут старый город Яния это. Я не ходил смотреть старый город. Ира ходила с Вайлом из Гена Яния. Я ждал в машине, собрал все. А, он не пошел с вами? Алло, мам, привет, что ты там? Так, приехали мы уже. В это Памуккале. Посмотрите, поселились в гостинице. Очень классную самвел выбрал гостиницу. Маленькая, во-первых. Классная, такая уютная, семейная. И сразу же напротив горы, пожалуйста, живешь. Вид прекрасный и недорого. Стоит 35 долларов. Вот на двоих в день и завтраком. Вместе тут парни работают, бассейн делают. Вот. Ну, сейчас пока туристов нету. Они, видите, подлопачивают все. Потому что потом откроют, наедут туристы. Надо, чтобы все было хорошенько. Нам надо как-то, мы купили такую книгу. За 30 лир надо будет пешочком туда идти. У нас будет книга. Мы будем видеть, что, где и какие достопримечательности находятся. Надо как-то вверх туда. В общем, там дальше какие-то ванны Клеопатры. Посмотрим. Тут номер сразу. Балкончик такой маленький. Красиво очень. Такая уютная, спокойная. Знаете, в Европе тоже очень много людей выбирают такие семейные гостиницы. Потому что они такие уютненькие. И семейный бизнес. Видно, что это мужчина вот с женой. Вот такие хорошие, приятные люди. Сейчас мы отдохнем, покушаем и будем идти на Паму-Коле смотреть.